Приветствую, Санискаловский. Вот я уже взял интервью у довольно старой биржи. Самое время для молодой. Так что сегодня у нас в гостях основатель биржи Инанома. Кирилл, приветствую. Приветствую, Руслан. Расскажи про биржу. Первым делом, что за биржа? Биржа молодая, биржа амбициозная. Я, собственно, владелец и основатель, и, в общем-то, один из главных архитекторов проекта. И, наверное, вкратце надо сказать так, что мы биржа, которая хотим, ну, для начала покоить СНГ, а потом покоить письме их. То есть цели у нас очень глобальные. Цели очень амбициозные. Ну, так как это молодая биржа, сразу же очень много вопросов. Ну, естественно, потому что молодые биржи, как бы все хотят узнать, откуда реквитнес, откуда то, откуда это. Вот, например, мне Глеб из Binance сказал, что в 2021 году делать криптобиржу смысла вообще нет. Что, мол, это бессмысленная идея, потому что они не взлетят. Вот как ты считаешь, по какой причине именно инанома должен взлететь? Ну, я так отвечу на этот вопрос. Во-первых, наверное, Глеб абсолютно прав. В 2021 году биржу делать смысла никакого нет, она не взлетит. Но здесь надо заметить следующий момент. Мы все-таки не в 2021 году делаем биржу. На самом деле, старт разработки самого проекта начался еще в 2017 году. И с 2019 года мы работаем с клиентами. Да, мы не пушим никак рекламную компанию, мы особо не привлекаем клиентов, потому что для нас интерес именно развивать продукты, довести его до состояния, когда всем клиентам будет интересным пользоваться. Вот сейчас мы как раз вышли на такую некую финишную черту, да, и готовы начинать предлагать людям эти продукты. Ну, непосредственно из того, что нового у нас стало появляться, да, это продукты для пассивного инвестирования, стейкинги, те же самые фарминги, которые успешно сейчас по всему рынку появляются. Ну, некоторые более успешно, некоторые менее успешно. Вот, а основной продукт, на который мы будем делать ставку непосредственно у нас это фьючерсы, вот, это пикнизированные активы, которые будут появляться начиная с марта месяца у нас на площадке. Ну, окей, хорошо. Тогда у меня вопросы по сервисам. Ну, во-первых, я понимаю, что я могу просто взять и потрейдить. Если я, например, захочу взять и разменять один биткоин в эфир, например, то откуда возьмется ликвидность для всего этого процесса? Ну, на текущий момент мы работаем как агрегатор ликвидности. В какой-то мере это круто, здорово, потому что мы даем клиентам лучшие спреды, в принципе, на рынке. То есть мы берем за основу биржевые стаканы крупнейших площадок, таких как тот же самый присловутый Binance, Okex, Coinbase. Соответственно, агрегируем эти стаканы у себя, даем возможность людям заключать сделки с лучшим спредом. Если эти сделки заключаются непосредственно между клиентами внутри биржи, значит, все вообще прекрасно и замечательно. Если эти сделки не имеют встречной сделки на бирже, мы их перекрываем, собственно, на тех биржах, откуда заявки мы и тянем. Я видел в сети жалобы от некоторых пользователей, что вот у них в процессе трейдинга процесс подзависал, потому что были проблемы с тем, чтобы совершить сделку. Это происходило из-за того, что в данный момент не получалось раздобыть ликвидность? Или по какой-то причине? Эти проблемы конкретные, про которые пользователи писали, это проблемы одного конкретного механизма, причем даже не у нас на бирже, на иноному, а на нашей субплощадке, которая, ну, в какой-то мере, симулятор экономический, да, и, соответственно, на этой площадке, во-первых, ресурсов выделено меньше, а на вальфа-версии находится, и, соответственно, на этой площадке конкретный механизм, который назовем биржевое размещение токена, он требует очень много ресурсов, а ресурсов там специально, пока эта вальфа-версия выделена меньше. Поэтому там были такие подвисания, на бирже такие подвисания. Фарминг пользователям приносит 573% годовых, согласно статье одного из аналитиков, которые писали про все это. Что такое, во-первых, фарминг, а во-вторых, почему аж целых 573% годовых? Ну, начнем с простого. Фарминг — это процесс просто преобразования одного токена в другой. То есть ты просто где-то хранишь свои токены, за счет хранения, заморозки этой ликвидности в определенном пуле ты получаешь какие-то другие токены. Ну, в общем, это так, если вкратце описать сам процесс фарминга. Ну, если я храню у себя токены, то как я получу другие токены? Ну, это просто токены, которые добывают… Вот смотри, здесь пример, наверное, самый лучший такой. Вот есть у биткоина механизм майнинга, да, то есть когда майнеры добывают новые биткоины, да, то есть ты получается как бы электричество преобразуешь. Ну, логично. У эфира сейчас был такой же механизм, они переходят на новый механизм. Когда ты кладешь куда-то эфир, замораживаешь его, за счет того, что этот эфир является валидатором по другим транзакциям, ты получаешь за это новый эфир. То есть это такой некий новый процесс майнинга, когда ты добываешь за счет эфира. Проф оф стейк. Да, проф оф стейк. Вот, а, соответственно, фарминг – это понятие, которое пришлось в дефе, и здесь логика очень простая. Например, ты заходишь, кладешь в пул ликвидности, ну, пускай это будет, например, USDT или эфир тот же самый, а в ответ на это ты получаешь токен этого проекта. Соответственно, здесь у нас аналогичная примерно ситуация, но только с той разницей, что у нас есть специальный токен вот этой вот площадки игрового симулятора ING, соответственно, тебе необходимо приобрести этот токен, положить его в фарминг-пул, и ты получаешь другой токен за него. А другой? Это какой? Токен CRFT, CRAFT. Для чего он нужен? Он нужен на этой площадке для того, чтобы создавать элементы, которые необходимы для замедельства площадки. Ну, например, билеты на игры экономического характера, да, ну, то есть вот такого плана. Тут еще есть текинг по 206% годовых, а с игр экономического характера, это уже штука, которая на риске основана. Да, это штука, которая основана на риске, но по поводу, кстати, стекинга... Но по факту получается, что если мы нафармим какие-то вот эти билетики, то потом, то получим мы деньги или нет, это уже вопрос вероятности. Ну, не совсем так. Билеты дают право тебе для участия в игре, а, соответственно, когда ты уже непосредственно принимаешь участие в игре, вот здесь уже вероятность. То есть это от твоих умственных и физических возможностей, то есть как ты думаешь, как ты сопровождаешь актив, как ты его ведешь, зависит, выиграешь ты или проиграешь. Ну, то есть фарминг это, по сути, ну, такая версия гэмблинга. Нет, конкретно фарминг это скорее версия пассивного дохода, которая потом ведет к не гэмблингу, я бы сказал. Наше понятие здесь самое широкое, которое надо сказать, это скиллгейминг. То есть скиллгейминг это скорее там не ставки в рулетку, там ставки на спорт и так далее, да, это скорее игра в покер между двумя людьми. А, я понял. То есть там можно в какой-то момент что-то изменить. Окей, хорошо. У нас на Химоскве, например, будут слушать люди, которые вообще слабо разбираются в крипте, поэтому им нужно от чего-то отталкиваться. Например, у того же Binance я спросил финансовые любые пирамиды. Ну, потому что те люди, которые незнакомы с криптой, думают, ну, раз ты туда даешь денег, они тебе возвращают, и все зависит от притока, от чисто новых людей, то по-любому же пирамида. На что я отпущаю обычно пузырь. Окей, Binance тогда ответил. Тут другой вопрос. Если вот здесь вот есть такая игровая штука, а здесь есть стейкинг, почему вы не гэмблинг и не пирамида? Гэмблинг — это когда люди играют в азартные игры. Ну, здесь все очень просто, да. Основной упор гэмблинга делается на то, что люди играют против казино, да. Ну, соответственно, это самый такой распространенный вид гэмблинга, да. Мы называем это не гэмблингом, потому что это скиллгейминг, то есть здесь все зависит от именно скилла непосредственно. У себя заключается скилл? Ну, если мы говорим про экономический симулятор, да, вот те игол, которые проходят на игровой площадке, то скилл заключается в том, как правильно и хорошо ты умеешь торговать. То есть одна из последних игр, например, которые мы проводили, она была завязана на умении человека выбирать правильный треугольный арбитраж. То есть это два актива, которые были связаны между собой третьей парой, и, соответственно, человек мог заработать просто на том, что он хорошо арбитражит, помимо того, что у него были какие-то бонусные награды за победу в код. И правила игры, они везде прописаны и доступны. Правила игры доступны заранее, и в процессе игры не меняются. Код данной игры открытый или закрытый? Код данной игры закрытый, но в коде данной игры нету никаких вещей, которые завязаны вероятностью. То есть, грубо говоря, только... Но откуда нам знать? Потому что мы не можем знать, так как код закрытый. Дело не входит. Дело в том, что все действия, которые делают все игроки, ты их видишь в реальном времени. То есть ты не можешь повлиять на действия другого игрока. И ты можешь принимать свои действия, и ты видишь действия, которые ты совершил. То есть в этом плане вся информация открыта, она в прямом доступе. А кто-нибудь проводил аудиты подобных игр? Ну, у нас нет сейчас аудита, но я думаю, что это одна из вещей, которую мы можем сделать, потому что это не проблема. Какое будущее у этого направления игрового? Ну, я честно скажу, это направление появилось вообще такое, как запросы стороны комьюнити. Они просто помимо биржи хотели некий вот такой вот проект, где часто бы проводились подобного рода игры. Мы видим у этого проекта немножко более широкое будущее. То есть мы хотим на базе этой платформы запустить множество различных игр. Я не знаю, то же самое, да, сейчас очень модно там игры типа Clash of Clans или Dota, да, то есть какие-то аналоги, или там Dota-шахматы, да, какие-то аналоги запустить у нас. Но только при этом люди, помимо того, что они просто играют, они могли бы играть между собой, соревнуясь в скиле в этих играх, соревнуясь на деньги. То есть направление для нас именно такое. И это будет не одна там какая-то игра, да, то есть это будет множество различных игр, каждая со своей механикой. И основное условие, и, наверное, основное правило, которое мы будем давать для того, чтобы все эти игры у нас вообще там появлялись и размещались, это не зависящее от вероятности и рандома, а зависящее от того, как пользователь принимает решение. Молодым биржам вот сейчас немножко повезло в том плане, что рынок растущий. Ну, то есть можно просто ходить, и все будет расти. Как ты считаешь? Вот я так понимаю, что уже… Я точно понял, что есть два плана. Во-первых, обеспечить собственную ликвидность для того, чтобы не пришлось пользоваться бинансами и другими биржами. И, во-вторых, превратить вот это игровое направление в штуку, в которой реально людям приходится по скиллу друг другу соревноваться, то есть управлять персонажами, что-то делать и все такое. Но на это нужно довольно много денег. То есть, насколько я понимаю, на мобильное приложение нужно, ну, вот прям довольно много миллионов рублей, в долларах это сотни тысяч. На ликвидность нужно еще больше. Как ты считаешь, вот за этот год ты сможешь добыть и ликвидность, и бюджет на развитие игрового направления? Ну, скажу честно, да, сразу. Ну, во-первых, бюджет у нас есть. Что касается конкретного мобильного приложения, вообще очень классный вопрос. Да, но если у вас уже есть бюджет, то почему вы тогда пользуетесь ликвидностью других бирж и делаете вот это игровое направление в таком виде? В каком виде мы должны были его делать, если бы у нас, допустим, был бюджет больше или не было бюджета? То есть, ты понимаешь, вопрос заключается в следующем. У нас есть своя команда разработки. Мы ничего не разрабатываем на аутсорсе. То есть, все, что мы делаем, это все полностью наше ядро, не купленное нигде, полностью с нуля разработано. Соответственно, естественно, ты каждый продукт и каждый проект делаешь постепенно, то есть, какими-то шагами. Сейчас мы за, там, если мы говорим про площадку, мы ее начали делать, получается, только в октябре прошлого года. И на самом деле за вот эти 4 месяца мы сделали уже очень много для того, чтобы в феврале ее зарелизить в каком-то первом виде. И три игры, которые мы обещали, они будут запущены в площадке. Дальнейшее развитие будем постепенно уже за счет прибыли того, что генерит эта новая площадка, будем уже расширять и штат под игровое направление, и запускать, и разрабатывать новые игры. Что касается биржи конкретно, понимаешь, для того, чтобы у тебя была ликвидность сопоставимая, там, спреды, глубина стакана и так далее, сопоставимая с крупными площадками, чтобы людям было интересно у тебя торговать. Тебе нужна ликвидность, там, не то, что я говорю, у нас есть бюджет, да, у нас есть бюджет, там, на разработку, на поддержание штата, мы зарабатываем, соответственно, это приносит, там, окупаемость проекта. Тебе нужны, там, не знаю, миллиарды долларов для того, чтобы у тебя в стакане это стоило. Естественно, такого бюджета у нас нет. Именно поэтому мы пользуемся пока чужой ликвидностью. Ты играешь в баскетбол? Я сам мало играю в баскетбол, у меня нет на это времени, плюс у меня травма колен. А почему ты сделал баскетбольную команду? Я видел, что вы там брали, вы серебряный призер со своей командой. Мы чемпионы России, мы трехкратные чемпионы Москвы, мы в направлении 3 на 3 победители многократных мировых туров, мы занимали в свое время 14-ю строчку в мире. А это любительские, типа? 3 на 3 это профессиональный спорт. А 5 на 5 это любительская команда, там играют игроки, некоторые из них даже работают в компании. Соответственно, это просто такое вот как хобби. А кто состоит в командах? Типа просто ребята из России? Да, просто ребята, просто молодые парни, которые хотят развиваться, которые хотят расти. Мы даем им это возможность. То есть, по сути, и нам это такая биржа, у которой есть своя спортивная команда, чтобы... У нас есть своя спортивная команда, но она, конечно, создана была тогда так давно, что это тогда даже не подразумевало, что это какой-то пиар-ход. Вот, на самом деле, сейчас это в какой-то мере нам помогает, потому что люди смотрят, а ничего себе, у них там 16-го года спортивная команда есть. Это как раз вопрос о том, насколько молодая мы биржа. Потому что по факту у нас спортивная команда, он 16-го года, естественно. Чего началось твое знакомство еще в целом с криптовалютами? Ну, то есть, первый контакт. И как это продолжилось? Да, первый контакт – это прям, не знаю, начало 10-11 год, и такие какие-то слухи, что прикольная вещь, прикольная технология. Я, на самом деле, тогда еще работал в банке, и поэтому, в принципе, я из финансовой сферы. То есть, по сути, путь мой до биржи, он выглядит примерно так. Я пришел на работу в банк, достаточно быстро вырос, возглавлял направление рыночных рисков в ВТБ. Соответственно, после этого я ушел уже полностью, у меня параллельно тогда начал формироваться наш собственный инвестиционный фонд. Он начал формироваться за счет моих друзей и знакомых. То есть, я торговал сам, а люди говорили, блин, ну ты прикольно торгуешь, приходи, ну как бы давай, может быть, я тебе дам денег. Причем, изначально я отказывался от этого всего, потому что сама идея и перспектива развивать это на коленке была не очень интересна. Но, тем не менее, некоторые, особенно близкие знакомые, меня в этом убедили. Мы попробовали, потом появился фонд. Когда появился фонд, и мы начали считать, сколько комиссий мы платим, например, тому же Interactive Brokers за совершение сделок, мы подумали, блин, надо сделать свою торговую площадку, которая будет… Но я правильно понимаю, это все про фиат? Я сейчас как раз и приду к тому, что почему крипта… Как ты первый раз крипту купил? Почему крипта? И мы пришли к тому, что было бы прикольно сделать площадку, на которой мы бы полностью на своей площадке заключали бы все сделки и делали бы. И начали думать, а как это сделать? Понятное дело, там были пути из серии получить аккредитацию и лицензию в Америке, получить аккредитацию на бирже и непосредственно выйти туда, как брокер. Но как раз к тому моменту, это был где-то 2014-2015 год, крипта начала свой первый взлет. И, соответственно, мы подумали, блин, а ведь классно, можно же на этом всем сделать, по сути, ту же самую торговую площадку, только изначально без регуляции, изначально технически сложнее, но зато проще юридически. И, собственно, вот так появилось очень быстро и прямо из ниоткуда, да, идея, а давайте делать биржу. Вот. И уже вот с 17-го года непосредственно мы занимаемся тем, что разрабатываем свое ядро, свое ПО именно для бирж. Как ты в первый раз в жизни купил крипту? Как ты это сделал? Первый раз в жизни я купил крипту через обменник в интернете. Не помню, как он сейчас назывался, то ли фестер, течет, как так его сейчас уже даже существует, я думаю. И, соответственно, мне просто было прикольно посмотреть, что это. Причем тогда это был биток. Потом я узнал, что его можно майнить. И, соответственно, майнились они тогда еще просто на десктопном компе и очень быстро. Золотые времена. Да, это были золотые времена. И я, кстати, один из немногих, кто не потерял жесткий диск с тем, что был на майнинг в тот момент. Миша Светов, например, честно признался в предыдущем выпуске о том, сколько у него биткоинов. 300. Сколько ты наманил тогда биткоинов? Тогда я наманил 728 биткоинов всего. Ну, суммарно с тем, что я еще купил на обменниках. Но мы уже развиваем свой бизнес. Минги уходят. Сейчас не так много. Не так много. Уточняй, сколько ты не будешь? Не хочу. Это нормально. Некоторые уточняют, некоторые нет. Я вообще удивлен, что Миша Светов, кстати, рассказал, сколько у него биткоинов. Ну, может быть, у него не 300, а 3000. Я сказал про 300. Не, у него точно 300. Проиграл кошелек? Нет, я был в загородной вилле в одной квартире. Может быть, просто не 300, а 3000. А, про 3000. А сказал про 300. Ну, надо что-то сказать. Чем он сказал про 300? Что было во время криптозимы? Я вот, например, облачил жалкое существование, когда я понимаю, что если я выложу свою крипту, а у меня в принципе нет, кстати, фиата, потому что у меня заблокированы все счета, я так уж вышел экстремист и криптоанархист. И, кстати, могу их сейчас разблокировать, но не делаю этого, потому что зачем. во время криптозимы было при этом тяжело все-таки. Тогда я не мог их разложить и выводишь такой биткоин и плачешь, потому что они же 3000 стоят. Что ты делал во время криптозимы? Чем занимался? Ну, слава богу, что продавать не приходилось, то, что накоплено непосильным трудом, можно сказать, компьютеры, которые у меня стоят. Но, соответственно, да, у нас есть инвестфонд, он приносит деньги, он зарабатывает, это выпадает для того, чтобы обеспечивать штат, офис сотрудников и так далее. Поэтому чем мы занимались? Мы занимались тем, что мы пилили в дроби в это время. И ждали, что когда пойдет новый тренд на рост крипты, мы как раз к этому моменту закончим основные вещи и сможем предоставлять продукты к пользователю. Ну, учитывая то, как много сейчас бирж. Вот, например, прямо сейчас мне за один день четыре новых молодых биржи писали за день. И все хотят рекламу. Как ты считаешь, какие вот конкурентные преимущества у тебя позволят именно твоей бирже занять какую-то нишу? Ну, я честно скажу, бирж действительно много. У каждой есть свои плюсы, у кого-то есть огромные минусы, безусловно. Все мы видим ситуации из разряда типа как произошло с лоткоином, да, тем же самым, да. У нас есть самая важная, наверное, вещь, которая есть у нас. Это два столпа, на которых, в общем, держится наша биржа. Это уникальная система хранения криты, которая есть только у нас и больше ее никто не делает. И ни у кого ее нету. И, может быть, не скоро появится. Могу подробнее не рассказать. Она, ну, в общем, там очень много технических нюансов. Если мы сейчас дальше перейдем к этому, могу бы об этом рассказать. И второй, на самом деле, наверное, наиболее важный, это то, как устроена технологически само ядро площадок. То есть, то, как быстро мы работаем, то, как быстро мы обрабатываем сделки, то, почему мы не падаем, хотя частота сделок у нас, с учетом слива ликвидности с пяти крупных площадок, больше, чем, там, пять раз, чем на том же отдельном бинате взятом. И, соответственно, вот это, наверное, и есть основная та вещь, которую мы хотим донести к клиенту. А какая посещаемость прямо сейчас у сайта в сутки? Если я не ошибаюсь, по данным SimilarWeb, который последний я смотрел, там, порядка 150 тысяч посещений уникальных в месяц. Месяц. Ну, это неплохо. У вас Яндекс.Метрика обычная поставлена? У нас поставлена Яндекс.Метрика, вот, ну, соответственно, я просто ее не анализирую. Вот это, наверное, лучше, там, нашим маркетологам спросить. Вот они... Если отправить, то можем вот здесь вот показать и приказать. Да, можем показать, конечно. Хорошо. Я недавно... Значит, у биржи, что логично, было IEO, когда вышел токен INUM. Все верно. И будет три раунда. На первом раунде сколько это все принесло денег? Нам это несколько не принесло денег. Мы собрали... Как так? Ну, сейчас объясню очень просто. Мы проводили это IEO в рамках, скорее, больше PR-компаний, потому что речь провести маркетинговую кампанию под это, речь познакомить людей с биржи, речь предоставить людям возможность купить токен, который будет завязан на функционалах. Да, но я увидел, что при этом вроде как сборная первом раунде составили 500 тысяч долларов. Все правильно. Мы продали токенов ровно на 500 тысяч долларов. Соответственно, пара размещалась к доллару, потому что мы сейчас на данный момент очень боимся волатильности биткоина, да, поскольку все-таки расходы основной компании в фиатных валютах, да, то есть это захват содержания штата и так далее, то брать на себя лишние рыночные риски просто неинтересно. Ну вот. Да, мы собрали их, но все деньги, которые мы собрали, поставлены в гарантийное обеспечение на этой же паре. То есть люди, которые, допустим, хотят сейчас выйти из этого токена, они могут продать его ровно по цене размещения, не потеряв вообще денег. Ну, только на комиссии, которая, кстати, очень маленькая. Поэтому в этом плане нельзя сказать, что мы привлекли деньги, потому что деньгами этим пользоваться мы не можем. Но речь идет о том, что мы привлекли много аудиторию, эта аудитория познакомилась с биржей, у этой аудитории сейчас есть этот токен, мы сейчас будем на бирже вводить функционал, который завязан на этот токен для того, чтобы люди пользовались биржей, так как у них токены уже есть, они будут просто дешевле пользоваться тем же функционалом, который они пользуются. Я понял, это звучит круто. Какой процент от этого биржета 500 тысяч долларов пошел на балансе? Ну, опять же, да, если мы говорим про то, сколько мы потратили на именно рекламу этого биржевого размещения, ну, наверное, можно сказать, что суммарно мы сейчас планируем вот от этой суммы процентов 10 потратить на рекламу. А что касается непосредственно тех денег, которые мы привлекли, ну, ну, я говорю, они все в стене стоят, мы не можем их снять, потратить. Да, ну, вот, например, я, получается, получил денежку за то, чтобы мы разместили посты в токенах проекта. После размещения мы его купили по рынку. Так же, как мы будем откупать этот токен для того, чтобы начислять для стейкенового вознаграждения. То есть мы тратим свои деньги, чтобы докупить токен, то есть выкупить его у кого-то другого с рынка, кто купил на размещении. Окей, другой вопрос. Сколько пришлось докупить? Ну, наверное, мы в общей сложности где-то на 20 тысяч долларов докупили этих токенов. Не так много. Ну, не так много, но мы сейчас провели отдельную, там, грубо говоря, маркетинговую компанию именно по размещению, а сейчас уже будем целенаправленно рекламировать отдельные продукты, которые будут постепенно появляться на пирже. И вот, собственно, здесь мы уже будем, ну, опять же, тратить живые деньги. Хотя, если кто-то согласится получать это вознаграждение, например, токенов биржи, ну, соответственно, мы будем пытаться покупать этот рынок на ту же сумму вознаграждения. А вот какой у тебя, например, размер фонд? Именно фонд оплаты труда на месяц? У меня лично или вообще во всей компании? Ну, на то, чтобы содержать биржу. Ну, общий фонд плюс оперрасходы плюс поддержание инфраструктуры у нас в месяц 300 тысяч долларов. Солидно. Прилично. И при этом это все пока что не окупается? Тут неправильно будет сказать, что не окупается. Суммарно холдинг работает плюс. То есть, если мы говорим про инвестфонд, биржу, игровую площадку, то это работает плюс. Сама биржа на данный момент убыточна, мы это никого не скрываем, потому что, если мы говорим, что большая часть вот именно фотоинфраструктуры и так далее именно биржа занимает, то сама биржа себя не окупает. Но вот декабрь показал, что уже все очень неплохо и на самом деле в январе мы уже на выпусках, поэтому я думаю, что скоро биржа начнет себя окупать и приносить доходы. Смотри, неопытные пользователи, которые буквально совсем недавно зашел в крипту, я видел в том числе в чате и на нам, как люди заходят, которые узнали о крипте два дня назад. Они могут обжечься. То есть, например, на том же бинансе можно зайти, увидеть там торговые плечи и к 100, увидеть, что можно в крипт получить кучу денег и полностью уничтожить свой баланс, который ты только что получил. Можно элементарно точно так же зайти на инаномы. На чем пользователь может там обжечься? Предупреди людей. Тут как бы самое… Поскольку у нас пока только спотовая торговля, нету маржиналки, нету плеч, да, тех самых маржинальных, соответственно, самое страшное, на чем можно у нас обжечься, это какие-то альтгоины неликвидные. То есть, например… А игрушки? Можно ли там… в игрушках ограничена форамент цена входа, грубо говоря, поэтому ты не можешь потерять много. То есть, если ты инвестируешь, не знаю, 10 долларов, ну, ты понимаешь, это игра, ты можешь эти 10 долларов проиграть в этой игре. Но ты не можешь, например, типа войти на 10 долларов и потерять 1000 долларов, как это, например, с плечом происходит при торговле. Вот, поэтому нет, скорее игрушка – это не то, на чем можно обжечься. Самое страшное, я говорю, это какие-то неликвидные альтгоины, где ты можешь, например, зайти через механизм конвертации, который работает рыночной заявкой, зайти в неликвидную пару, конвертировать, там, не знаю, например, доллары в этот альткоин и получить там альткоинов сильно меньше, чем ты изначально хотел. Звучит максимально, не очень. А как часто это случается? А это случается на любой площадке. То есть, грубо говоря, ну, условно, да, у тебя глубина стакана, например, с диапазоне 20%, например, 1000 долларов на какой-нибудь альткоине, а клиент приходит и говорит, я хочу купить на 10 тысяч долларов. Делает рыночную заявку и теряет на этом деньги. Вот. Ну, я, наверное, пример приведу. Классно. Ну, можно же просто повесить ордер, но не исполнять его. Да, но есть разные типы ордеров. Есть лимитные ордера, есть рыночные ордера. Вот если пользователь пользуется лимитным ордером, здесь все прекрасно, замечательно. Он поставил и потихонечку откупает, да, по цене, который хочет. А рыночный ордер, он работает так, что он просто съедает все заявки, которые есть в Токаре. Я гуглил, искал, и вот там как раз такие были отзывы о том, что я поставил ордер, но какими-то махинациями они похитили мои деньги. Все. Ну, на самом деле, это была прикольная история. Как раз про нее хотел рассказать. Ну, я бы не сказал, что прикольная для того. Прикольная в плане выхлопа, который по чатам прошелся, по там отзывам и так далее. В этом плане прикольная. Для нас это была крайне негативная история. Сейчас расскажу ее. Мы проводили летом, а его в июне, по-моему, одного из проектов. Соответственно, после того, как закончилось размещение, люди начали покупать рыночными ордерами дальше. Уже денег в стакане не было, токенов не было в стакане, они начали покупать. А теперь там есть предупреждение о том, что вот вы покупаете сейчас рыночный ордер, хотя стакан пустой. Хотите поставить стоп-лосс? У нас есть… Тут стоп-лосс нельзя поставить. То есть не стоп-лосс, а… У нас есть в принципе подтверждение, если человек его вручную не снимет, о том, что ты уверен, что ты хочешь исключить этот сделок? То есть такое предупреждение есть для всех. Ну там чуть-чуть подлиннее нужен текст о том, что стакан пустой, а прямо сейчас вы можете потереть деньги. Мы везде об этом пишем, мы на самом деле даже после того, как вот этот случай произошел, мы теперь перед каждым размещением выдаем везде предупреждение, огромное полотно текста на тему того, как работают заявки, о том, что не надо покупать рыночными заявками, потому что это опасно потому-то, потому-то. То есть мы как раз здесь очень нормальную работу провели и пользователи перестали так делать. Хотя периодически появляются те, кто хотят так сделать, но мы пытаемся осамливать вот такими предупреждениями. То есть естественно мы над этим работаем. А ситуация была банальная, люди купили по рынку, один человек, также клиент нашей биржи, поставил очень высокую лимитную заявку на продажу и в итоге все купили у него. Он на тот момент заработал ну просто феноменальные почти стоимости. Это даже не инанома. Так понимаешь, в чем вся боль той ситуации. Все в чате сразу стали обвинять нас, а мы сидели и вообще не понимали, что произошло, потому что мы наблюдали у нас просто глаза круглые, типа, как так вообще возможно? То есть человек поставил просто заявку, все начали у него его купать. В итоге это выглядело как, я не знаю, полпа леммингов, которые просто кидались с обрыва, убивались об эту заявку. То есть это было настолько печально, ну все это наблюдать, то есть у нас реально в офисе была такая минута тишины. Ну смотри, вот например, у Виталия Кабутерина в свое время случился очень большой факап, когда он сделал The DAO, а после этого его взломали. По идее, ну как бы есть принципы криптоанархизма, о том, что код это закон, его нельзя откатить обратно, но по итогу произошел хардфорк и деньги вернули пользователям. Почему вы не сделали так же? Объясню. Понимаешь, тут вопрос не в коде и в том, что это была ошибка кода. Биржа отработала 100% правильно, как она и должна была отработать. То есть вернуть сейчас деньги, это значит нивелировать ту прибыль, которую получил человек, честно установив заявку. Но это всего лишь один человек против огромного количества пользователей, которые потом разнесут кучу негатива. И тот человек денег не потеряет. Ему просто вернется то, что у него и так есть. Он недополучит прибыль. Недополученная прибыль равно потери денег. Я сейчас объясню здесь нашу позицию. Не согласен. Ну вот я так считаю. Наша позиция заключается в следующем. Если не было никаких ошибок и багров со стороны биржи и все, это честная торговля, то есть пользователь же сам вручную выбрал рыночную заявку. Он знал, как она работает. И соответственно, выбрав эту рыночную заявку, он ожидал, что она будет исполняться именно так. И потом, грубо говоря, понимаешь, это прецедент. Если бы мы это отменили, то в любой следующей торговле, ну представь себе ситуацию, допустим, человек пришел и по рынку купил. Ну с другой стороны, вот есть эфириум классик, который был классическим, а есть эфириум. И при этом эфириум очень успешен. Несмотря на то, что в самом начале своего существования он нарушил свои собственные правила. И я считаю, что ошибка в коде это даже гораздо более жестко, чем просто подобные вещи. Ну вот, в том-то и дело, что у них была ошибка в коде. Они признали эту ошибку, сделали хардпорк, и соответственно, из-за этого получилось все хорошо, здорово. Если бы эта проблема на бирже была вызвана тем, что наш хозяин... Чисто технически, ну не ошибка это в коде в данном случае, а ошибка в юзабилити. Ну хорошо, ошибка в юзабилити, да, но ведь ошибка не в юзабилити биржа, мы делаем опрос, люди переходят и голосуют. Я считаю, что нужно было делать что-то вроде процесса, как было с ZDAO. Ты считаешь, что нельзя нарушать правила биржи? Голосуйте, там всего лишь два варианта ответа. Если нет ошибки на бирже. Я уверен, что будет по-разному, мы посмотрим опрос. Мне интересно. Как тебе вообще ситуация прямо сейчас на рынке? Что думаешь про биржи, которые появляются, про проекты, про DeFi? Как ты все оцениваешь? И во что ты вкладываешься? Ну, во-первых, ситуация на рынке очень классная. То есть мы пережили там долгую зиму, которая подлилась два с половиной года, можно сказать. Наконец-то теперь у нас растущий тренд. Как я и говорил, на самом деле, полгода назад, где-то можно найти, почитать мои интервью в прошлом, следующий бум рынка это непосредственно бум, связанный с институциональными деньгами. То есть текущий бум, он напрямую связан с тем, что крупные фонды, институциональные клиенты заходят в рынок. Это круто, и это классно. Также было там, я не знаю, бумов, доткомов, также было там, я не знаю, тюльпановые лихорадки. То есть все рынки примерно циклично развиваются одинаково. То есть сначала иранский рынок, потом рынок ритейла, потом с институциональный рынок, ну и вот это вот все двигается. То есть круто, что мы пришли на эту цепочку. Естественно, это все приведет к тому, что со временем все больше бирж маленьких, непонятных будет с рынка уходить, будут появляться регуляции во всех странах. И одно то, что уже там в Америке появились возможности легально, лицензионно покупать крипту, говорит о том, что крипта уже никуда не денется. И это круто. Конкретно, что я думаю про ситуацию сейчас с рынком DeFi, DeFi, как угодно называй. Честно скажу, попахивает в 2017 году. Там были ICO, теперь новый тип сбора. Происходит все то же самое, и также 90% проектов пропадают никуда. Это только сбор денег ради сбора денег. Но с того времени, пусть так всегда происходит, появляется куча проектов, как Boom.com, например, большая часть проектов исчезает, но какая-то остается те, которые обеспечивают вот эту вот базовую ценность. То есть, например, Bitcoin, когда давным-давно обеспечил возможность отправлять друг другу деньги с помощью майнеров, то есть обеспечил децентрализацию. Затем позже появились смарт-контракты, которые мы увидели в лице Ethereum, и вот прямо сейчас мы видим DeFi. В чем, по-твоему, отличие DeFi от вот этих двух предыдущих вариантов платформы? мне кажется, это такой некий очередной переход пользователей. То есть, мы все прекрасно понимаем, что люди, которые приходят в крипту, добрым словом, можно назвать крипто-анархистами. Они не хотят централизованного контроля. Ну, не все. Есть спекулянты просто. Безусловно. Ну, мы сейчас как бы говорим про технологических гиков, которые идут в крипту, а не крипты. Вот. Соответственно, эти люди приходят, почему? Потому что они хотят уйти от централизованного контроля, им надоело, что за ними следят, DeFi, это некий новый шажок в развитии вот этих сервисов. То есть, это же так классно, например, когда у тебя появляется централизованный сервис, который сам проводит скоринг, ты просто размещаешь ему а-ля депозит, а он выдает поскоринку кредит. То есть, это аналог банка, только банка 4.0, назовем так, в котором все, что происходит, происходит автоматически, и нет вот этой вот маржи, которая забирает себе банк. То есть, новый DeFi, и вот этот принцип, и вообще они по всем секторам экономики, они по сути занимаются чем? Они выпиливают ненужных посредников. Поэтому, как к этому относиться? Ну, с одной стороны, это убьет некоторые сектора экономики, возможно, но так всегда бывает при технологическом развитии любого вообще направления, какие-то сектора отмирают. Да, там был паровый двигатель, появился ДВС, паровый двигатель ушел. Сейчас постепенно переходит переход на электродвигатели, ДВС со временем уму. Ну, это нормальное течение технологического развития. У тебя есть свои криптопартии? Я думаю, есть. Да, у меня есть свой криптопартии. Если не секрет, то вот как ты примерно распределяешь процентовку токенов? Ну, я так скажу, я не инвестирую в альткоины, потому что я обжегся в 2017 году на некоторых из них. Вот, поэтому… Даже в эфириум? Нет, я как раз говорю про альткоины, там, мусорные, как бы назовем это. Да, то есть… А непонятно, какие из них мусорные, какие из них? Ну, просто непонятно на тот момент, когда ты инвестируешь, да, то есть как бы, поэтому априори, там, если 90% токенов пропадает, то можно… Ну окей, можешь примерно написать процентовку портфеля? Да, могу. Вот, на данный момент процентовка примерно такая, процентов 30 фи… биткоин, процентов 70 фи. То есть у меня только так, если мы говорим про криптопорфель. А так, честно, я… Короче, я добросовестный акционер Амазона еще с 2010 года, когда он стоил 108 долларов. Прикольно. Да. Так, а сколько в итоге денег люди потеряли на том рыночном вот этом вот закупе и сколько получил тот человек, который выставил ордер? Потеряли, там лимит на покупку был 250 долларов, а он заработал 9000 долларов. Ну это совсем немного. Ну он с 250 заработал 9000. Ну 9000 долларов, это по сути очень маленькая сумма. Нет, ну сумма-то небольшая, но там вся капитализация была на самом деле. Это был единственный такой случай или было много? Нет, у нас да. Ну окей, то есть 9000 долларов, это по идее довольно мало. Ну, здесь вопрос именно был в том, что аудитория, которая пришла на это, а его для многих денег 250 долларов, это были большие деньги. Я понимаю. А довольно молодая аудитория для молодой биржи, поэтому окей. Ну это даст, надо было вернуть эти 250 долларов, либо из своих денег им дать. Жалко. Жалко новичков. ты мне не дал ответить на этот вопрос. Понимаешь, в чем вся проблема? Единственный такой возврат, это прецедент. Представь себе, что завтра произойдет другая ситуация. Человек купит биткоин, допустим, по 40 тысяч, а она валится до 20. Я понимаю логистику, я понимаю. То есть, я все это могу понять. То есть, рынок есть рынок, к сожалению. То есть, мы здесь не... Для молодой биржи нужно как-то вот очень аккуратно с тем, что... А ты знаешь, мы на самом деле очень, наоборот, позитивный выход от этого получили. То есть, да, мы получили пару, там, тройку на разных, одних и тех же людей, которые на разных ресурсах оставили негативный отзыв. Одинаковые абсолютно, то есть, окей, мы их понимаем, все правда, единственная разница, что, можно писать по-честному, там, ну, я купил парничный ордер, а биржа не решила не возвращать. Потому что люди, которые пошли жаловать, там, другие чаты, перед чаты и так далее, их там же, по сути, засмеяли и сказали, ребята, ну, вы сами же идиоты. То есть, как бы, это ваша проблема. И на самом деле, мы получили очень много положительных отзывов от, в том числе, крупных игроков на нашей бирже, от крупных трейдеров, которые сказали, это круто, что вы не сделали откат торгов, потому что мы теперь знаем, что что бы ни произошло, и даже если мы, допустим, купим по 20, и получим все. Я в целом согласен, в любом правиле должно быть исключение, если речь идет об огромной сумме и штуке, которая может полностью изменить судьбу проекта, и когда ее взломали, вот как с эфириумом, ну, там, как бы, такая поворотная точка, когда можно просто все полностью уничтожить. А здесь это было… в другую сторону, потому что мы получили свою стационарную, постоянную аудиторию, которая теперь постоянно нам доверяет и сидит у нас, как раз благодаря этому правилу. Окей, хорошо. А вы пиаритесь среди аудитории, которая слабо разбирается в крипте, или в основном среди тех, кто уже… Да, вот это тоже прекрасный вопрос, на самом деле. Понятное дело, что, например, если мы сейчас пойдем покупать рекламу по криптоканалам и так далее, по людям, которые хорошо разбираются в крипте, самый частый вопрос будет, а кто вы такие? А почему мы пойдем к вам, если есть Binance или Coinbase и так далее? И здесь наша мотивация как раз в том же игровом проекте, она в том, чтобы привлечь аудиторию не из крипты. Сейчас бум, все о ней им говорят, все хотят… Да, но в этом случае нужно их прям обучать, обучать. А это отдельный наш проект, у нас есть отдельное направление, которое мы сейчас презентуем очень скоро людям, которые зовем Академии на новых. У нас записаны множество курсов по финансам, начиная с финансовой грамотностью и заканчивая как торговать и так далее. Как по мне, лудоманы, которые играют в игры подобного уровня, довольно тупые игрушки, но типа совсем. Они не отличаются высокими интеллектами и будет тяжело их научить заниматься криптой. Безусловно, но ты не забываешь, что среди аудитории даже, назовем, не обязательно лудоманов, то есть, например, играют в игрушки эти взрослые дядечки, которые потом работают в офисе и так далее. И у этих дядечек есть деньги, они хотят инвестировать, например, пока не знают и их можно научить. То есть, понятное дело, что, как и в любой рекламе, инвестируются впоследствии, мы очень в это верим и желаем, что какой-то процент конверсии будет тем, кто перейдет обратно на биржу, будет уже... А есть какая-то статистика по тому, вот как вот эти вот лудоманы вели себя в дальнейшем и потом начинали ли они торги и все такое? Я нечестно скажу, пока такой статистики нет, потому что продукт еще в альпатесте. То есть, мы еще даже не проводили у этого продукта, что называется, такой вот полноценный запуск, чтобы... Просто это нужен тест гипотезы. Возможно, это разные аудитории, а возможно, нет. Тест гипотезы, да. Сейчас это тест гипотезы. То есть, на данный момент мы так думаем, но, безусловно, это может быть по-другому, поэтому игровой проект мы специально выделили вне биржи. То есть, изначально, ведь какая была идея? Сделать некие игровые механики внутри биржи. Но мы решили не превращать, назовем так, биржу в казино, а просто решили сделать отдельно игровую площадку, отдельно оставить биржу, на которой будут свои механики, свои продукты, интересные пользователям биржи. Что в ближайшее время появится на бирже? Ну, в первую очередь, мы пересмотрели по бирже свою вообще концепцию, мы поняли, что некая модель, которую мы для биржи применяли, привлечение клиентов, удержание клиентов, она не совсем была работоспособна. Поэтому те механики, которые у нас появлялись в прошлой осени на бирже, они сейчас будут очень вообще на 180 градусов пересмотрены, переделаны. И я очень надеюсь на то, что старым клиентам, которые с нами уже давно, это тоже понравится. Вот, и основное здесь, наверное, что появится из нового на бирже, помимо новых продуктов, да, именно с точки зрения нового подхода, это новый паркетмейкинг стакан. То есть мы поняли одну прекрасную вещь. Тем самым, что мы даем те же самые цены стакана, как и на Binance, например, только с лучшей ценой исполнения, мы теряем огромный пласт так называемых арбитражников, которые арбитражат множество бирж, и, соответственно, они к нам не приходят из-за этого, мы теряем клиентов, наши стаканы становятся не такими живыми и интересными, привлекать людей тяжелее. То есть новый маркетмейкинг, который мы планируем сделать, это весной уже запустим. На основе чего он будет? То есть сейчас получается, это такая среднеизвешенная штука на основе пяти разных бирж. Эта штука будет тоже среднеизвешенной, только она будет… На основе чего? Это также будет индекс, то есть центральная сама цена актива будет выбираться точно так же на основе, ну, только мы будем брать уже не пять, а больше, то есть, соответственно, мы берем, устроим как для фьючерса некий индекс базового актива, и за этот индекс будет браться некий базовый диапазон цены стакана. Дальше стакан будет формироваться за счет клиентов, понятно, плюс за счет нашего робота-маркетмейкера, который будет его генерить на основании того, какие сейчас у нас спрос-предложения на определенную валюту в этом стакане. Ну, банально, если у нас сейчас, например, больше всего клиентов покупают биткоин, значит, цена в стакане у нас биткоина будет отличаться от базовый вверх. Если больше сейчас продают, она будет отличаться вниз. Тем самым будет появляться вот этот тот самый пресловутый арбитраж. Надо понимать, цель попасть в такой маркеткапе, чтобы арбитражники начали это все видеть. А как, например, CoinGecko, другой сервис, тоже довольно популярный, добавляют площадки? Я больше люблю, чем CoinMarketCap. Инанома там есть или пока еще нет? Что вообще они просят для вступления? И почему вас там нет? Мы есть на CoinMarketCap в виде технического листинга. Я видел. То есть у нас есть раздел, где мы описываем. Почему у вас не добавляют? Потому что надо писать интеграцию с нашим арбит. И вот здесь ключевой момент заключается в том, что они тупо хотят денег. Ну, я думаю, это не так. То есть они прям прямым текстом сказали, дайте нам денег? Да. Ну, по сути, это было не так сказано. Было сказано по-грубому. Купите у нас рекламу. А сколько? Ну, я не хочу сейчас говорить точную цифру, потому что... Ну, это неправильно будет говорить, да, потому что у нас есть некое уникальное условие из-за того, что мы знаем прямые выходы на кого надо в CoinMarketCap для того, чтобы получить это уникальное. Окей, а обычно это сколько тогда? То разную цену называют. Даже 3 битка сейчас называют. 3 битка это у нас сейчас 120 тысяч долларов. Ну, это как листинг на биржу полноценно. Это примерно так и есть. На самом деле мы именно относимся вот к этому нейтрально. Вот честно скажу, многие клиенты спрашивают, когда вы там появитесь? А мы отвечаем примерно так. А что нам даст появление там? Ну, то есть чем мы будем лучше работать? Вот мы год работали, у нас там... Там накрутить объемы и подняться в топе. Классно. Coinbit так сделали. Где они сейчас? Ну, вроде бы существуют. Я их рекламировал, кстати. И торговля там идет, но... Я с ними давно не общался. Ну, вот понимаешь, для нас очень важно, чтобы мы технологически и морально выполняли обязательства перед своими клиентами. И сейчас для нас, например, есть понимание, что там реклама у крутых блогеров, или реклама там в медиа, СМИ и так далее, даст больше выхлопа, чем реклама на CoinMarketCap. Возможно, это гипотеза, но пока так. То есть понятное дело, что одна из наших целей на этот год, в том числе, листинг на CoinMarketCap и CoinGecko. Потому что, ну, я уже сказал об этом, методология расчета попадания биржи в топ на CoinGecko мне нравится гораздо больше. Мне как математику это больше нравится. Ну, по моему мнению, прямо сейчас молодая биржа очень сложная. То есть получается, что ей нужно стартовать, когда у нее совсем нет ликвидности, когда ей никто не собирается ее давать. И после этого нужно привлекать новых пользователей. Часто на первое время привлекаются те люди, которые считают, что если они вошли на какую-то биржу в самом начале существования, то у них будут свои преференции. И логично они есть. То есть там всякий стейкинг, всякие прочие штуки. Реферальная система, при которой ты можешь одним из первых стать основателем большой реферальной сети. Кстати, она есть, да, ведь? Пятиуровневая. То в этом случае у тебя там будет куча рефов. Ну, в общем, по идее, вроде как выгодно, но образуется такое, что пузырь. И вот в момент, когда все это разрослось, и когда нужно кормить первых вот этих вот людей, которые пришли, нужно все-таки вливать ликвидность и надеяться как-то получить… Вот в этом случае нужно хорошо пиариться, размещаться на какой-маркеткэпе, везде, где угодно. И плюсом еще и пытаться внедрить какой-то уникальный продукт, который отличит тебя от других бирж и за счет этого приведет к тому, что люди у тебя… к тебе начнут переходить, потому что они нашли у тебя что-то уникальное. Ну, то есть если смотреть эволюцию бирж, то что у них там сначала было? Сначала у них было несколько торговых пар, потом они увеличивали количество торговых пар все больше и больше и больше. Потом после этого они начали вводить вот эти вот штуки с фьючерсами. После они начали делать стейкинги. Ну и вот такая вот эволюция шла. Есть примерный прогноз, что дальше мы увидим в эволюции бирж и что они начнут вводить дальше? Ну, я считаю, что следующий такой шаг эволюции – это огромное количество новых появляющихся DEX бирж зацентрализованных, потому что будет на централизованных биржах вводиться регуляции, соответственно, многие будут оттуда убегать, переходить на DEX биржи. Это повлечет создание новых пузыря именно уже в рамках DEX пространства. А новый бум, который, наверное, будет следующим, то есть пока он такой зародыш, мы сейчас уже наблюдаем, что новый пузырь, который формируется, это EDO. То есть это аналоги ICO, IEO, только теперь в децентрализованных платформах. А почему тогда не создается DEX для этой, пусть не молодой набирки? Ну, начнем с того, что DEX у нас находится в планах, только я не привержен, если честно скажу, технологии блокчейна. Именно блокчейна. Сейчас поясню, что я под этим и блокчейнами. Будучи в крипте, тебе не нравится блокчейн. Да, нет, сейчас поясню, да. Можно? Разжигаем костер. Короче, опять же, я математик, статистик, программист, разработчик и так далее. Для меня очень важная такая вещь, которая есть вообще, и она в будущем важна для всех, это параллелизация процесса. Блокчейн – это последовательная структура. Она никогда не будет масштабироваться для того, чтобы иметь феноменальную пропускную способность. Есть Ripple, но он там свое быстродействие, там 10 тысяч транзакций в секунду берет только потому, что он… Ну, Кси, это то, о чем говорят все о том, что масштабирование ограничено, что высокий уровень децентрализации – это утопия. Ну, можно себе, в принципе, представить, что… У меня, как бы, я, честно, вижу будущее за… Просто это не называется блокчейнами, поэтому сказал я не сторонник блокчейна. Я вижу будущее за аналогичными системами, только построенными на базе цикличных графов. То есть сейчас уже есть такие проекты в виде Yota, HDR, Hashgraph, Fantom. Вот, соответственно, вот это то, что мы будем делать. То, что мы уже начали делать. Также 50X вот как раз-таки на графах построила логоритм построения своих… Маркетмейкеров. Да, там можно играть от любой пары к любой паре. Это технология any-to-any. Как тебе она? Прикольная идея. Вот, честно, не вдавался в подробности, как у них технически это реализовано. Просто за всеми проектами следить возможности нету. Вот, поэтому в этом плане… Я голову себе сломал, это ужасно. Ну, я больше смотрю за децентрализованными проектами, которые работают в этом направлении. Вот, и, например, то, что делает HDR, Hashgraph, ну, вот честно, я в восторге. Их многие на стартовом этапе обвиняли в излишней централизации. Вот, но сейчас они постепенно от этого отходят. И одно то, что у них в проекте уже входят такие там гранты и киты в финансовой сфере, типа там Deutsche Bank и так далее, ну, это говорит о том, что этот проект вот классная вещь. Я не знаю, что будет с его ценой, потому что вот технологических диких типа меня очень мало, честно скажу. Вот, но вот я вижу будущее вот за такими технологиями. Я делал однажды видео, где я пытался выживать за крипту в Москве. Вот, кстати, я в том числе и здесь по Москве-Сити гулял. И очень тяжело найти, где купить кофе за биткоина. То есть, если даже где-то в интернете написано, что там это можно сделать, нет. Или, например, пытался я найти криптомат, чтобы там снять денежку. Пришел, там не то, что нет криптомата, там даже такого здания нет. Но, тем не менее, в плане пертупира у меня тогда все получилось. То есть я просто на авито нахожу человека и перевожу ему лично на биткоины, он мне там машину дает, квартиру и так далее. Как ты думаешь, когда уже вот можно будет в России жить на биткоины? Я знаю, что в Японии много дел уже можно так жить. А в России-то когда? Ты знаешь, для меня это очень непонятный вопрос, потому что он в первую очередь завязан на политическую волю. Вот закон, который был принят и вступил в силу с 1 января 2021 года, по сути, запретил подделать вообще. То есть, как бы биткоин или другие криптовалюты не могут в принципе быть использованы в качестве платежного средства. То есть это имущество, распоряжайся с ним как с имуществом, платить с ним налоги как с имуществом, но платить им ни за что нельзя. То есть, отвечая на твой вопрос, когда уже будет реализовано, я тебе хочу сказать, что, во-первых, уже есть пример реализации того, как можно криптовалюты платить где-то здесь у нас в стране. То есть есть мерчанты, которые принимают криптовалюту, и эти мерчанты транслируют деньги, потом уже… Ну, как продхаб какой-нибудь. Да, ну или там пример тот же самый Джойс. Проблема заключается в следующем. Децентрализованное будущее – это круто, но само децентрализованное будущее невозможно без маленьких централизованных посредников. Вот когда мы перейдем на этап такой, что будет там одно единое децентрализованное будущее, а на выходах будут стоять маленькие децентрализованные посредники, наверное, тогда можно будет честно сказать, а вот теперь можно. А по поводу когда, ну честно, вот если у нас вообще не запретят крипту в стране, то я думаю, что в течение пяти лет можно будет сходить за хлебом, может быть не везде, но купить его за эфир, например, или биток. Поэтому я думаю так. С вами был проект Инанома, о котором мы узнали очень много, и его основатели. И Руслан Скалаский. Подписывайтесь на канал, ссылки на проект. Я оставлю в описании, чтобы вы все изучили. Ставьте лайки. И есть ли какое-то ближайшее событие, которое произойдет у Инанома, которое всем стоит узнать? Самое ближайшее. Самое ближайшее событие, которое произойдет на Инанома, это релиз, уже полноценный релиз не альфа-версии, а полноценный релиз игровой площадки. Поэтому всех ждем на открытие. Я думаю, что будет интересно. Будут призы, конкурсы, все как обычно. А так, всем спасибо большое за внимание. Надеюсь, что было интересно. И надеемся, что наши продукты будут дальше вызывать у наших пользователей такой же интерес. Всем пока.